Сегодня у нас неординарная ситуация, нам часто дарят картины, но сегодня особый случай. Я хочу сказать, что, во-первых, представить, кто у нас находится. У нас заместитель губернатора города Севастополя Шлавович Гладхов, секретарь Севастопольского регионального отделения Всероссийско-Политической партии Единая Россия. Значит, руководитель общественного движения «Доброволец» депутат Малаклавского муниципального окраина Дмитрий Сергеевич Голиков, руководитель Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественной организации ветеранов боевого образца Василий Викторович Зубенко. И я особо хочу отметить, что у нас присутствует Елена Москаленко. Именно она является тем, что здесь часто происходит. Присаживайтесь, пожалуйста. Я скажу буквально о двух словах, что в городе Героя Севастополя проживает заслуженный художник Украины Лидия Тихоласов. Женщина уникальная. Женщина, которая рисует ногами. И вот эти вот картины, которые здесь представлены, можете себе представить, они нарисованы ногами. И по инициативе Елены Москаленко, она написала мне книгу, она писать. Именно она как бы открыла эту вещь для нас во всяком случае. И стала инициатором того, о чем потом, я думаю, расскажут наши уважаемые гости. Я не буду у них забирать инициативу, как это все дальше проходило, когда будем ударить картину. Но для начала я хочу просто, чтобы мы посмотрели ролик о этой замечательной художестве. Пожалуйста. Грибовь, она летает вам. Грибовь, она летает вам. Любовь, она летает вам. Любовь, и ты зовёшь на брачный пик. Любовь. Себе построила ты кровь. Любовь, и я писала семь столбов. Иди, иди, пивино моё. Оставь здесь неразумие своё. Иди, иди, пивино моё. Оставь здесь неразумие своё. Любовь. Твоих не видно берегу. Любовь. Я так хочу твоих покой. Любовь. С любовью ты на крест зашла. Любовь. 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 Сергей Сергеевич, и Василий Викторович. О том, что вот они, мне кажется, настоящие севастопольцы, которые умеют выделить настоящих людей. И тихо, без помпы, без попезности, без выпячения своих. и оказать помощь и показать другим примерам. Поэтому низкий поклон вам, дорогие севастопольцы, что вы являетесь в моем понимании образцом настоящего человека. Поэтому сразу понимать, что Севастополь – великий город, у которого великое прошлое, но еще более великое будущее. Спасибо. Спасибо большое. Как говорится, одному из тех, кто сотворил вот это сегодняшнее мероприятие. Ну, что говорить? Когда не оставилась возможность такое действие сделать, когда захотел, ну, во-первых, есть такой художник, который своим примером показывает стойкость и мужество. И когда есть такой музей, который готов принять эти картины и показывать всему городу эти произведения, естественно, мы остаться в стороне не смогли. И мы это сделали. Поздрили, скажем, точнее, выкупились и явились посредниками. На самом деле, самая большая здесь заслуга – это вот Елена. Женщина, которая неравнодушная, она к нам обратилась. Наши действия были просто. А вот все сделала она. И большое вам спасибо. Спасибо большое. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что в преддверии нашего праздника «Вольно-интернационалистов», который сейчас будет, это вообще, я так говорю, это подвиг гражданского человека, который решил показать все светлое, хотя и самой трудной, и жить, и так далее. Она хочет передать это все светлое, прекрасное всем нам, гражданским людям, и военным, тем, кто участвовал в всем боевых действиях, что можно жить, оказывается, даже в таких условиях. И она это показывает в картинах. Это прекрасно просто. Особенно для нашего города, героя Севастополя, где мы знаем, каждые опять земли у нас, это самая политая кровь и так далее, это патриотический город, патриотические люди, жители Севастополя, которых сейчас знает вся страна и гордится ими, то, что пошли и вернули часть нашей земли обратно в Россию. И вот она как бы олицетворение этого прекрасного и стойкого боевого. Я просто преклоняюсь перед ней. И музей я хотел бы вам... Спасибо вам большое. От нашей всероссийской общественной организации. Спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, мы все, чем нужно, мы будем помогать, конечно, и музею, и тем более нашему городу, герой Севастополя. И вот здесь вот находится Вячеслав Владимирович, я вообще ему сказал, вся помощь, это только боевое братство, это полностью мы сделаем, свернем горы, сделаем наш город лучше. И спасибо всем вам. Спасибо. Когда я приехала к ней домой, я отметила самую радость. Она очень позитивный человек, смертный такой, любящий жить. Я решила написать о ней к нему. Вот что получилось, можете посмотреть. Да, ваши книги здесь. Еще я хотела бы сказать, что главное, только для этой любви. Вот, ну что, не так. Третье всего, хотелось бы сказать огромное спасибо музею, Николай Иванович, вам, сотрудникам музея, за то, что предоставили нам такую возможность подарить музею именно действительно произведение искусства человека, который, ну, как говорится, Бог не дал здоровья, но дал силу. И действительно, как Василий Викторович говорит, дал пример, пример многим инвалидам, потому что действительно сейчас мы видим, какие события проходят. Мы как участники боевых действий, то есть много ребят, которые являются инвалидами. Это как раз будет примером, что действительно люди не падают духом, а находят себе силы себя осуществить, то есть показать другим, показать молодежи. Хотелось бы сказать, прежде всего, низкий поклон Лидии за ее искусство и всем, кто здесь собрался. Спасибо вам. Спасибо. Благодаря правительству Севастополя, который является нашим спонсором этой книги, были выделены деньги на ее издание, мы сделали вот такую книгу «Севастополь в изобразительном искусстве». Авторский коллектив, «Авдомейский Кмел и Константин», пожалуйста, два слова, и мы будем вручать. Можно сначала я скажу два слова по поводу Лиды, потому что очень много лет назад, когда я пришла на работу и в музей, в музее, она у нас очень часто, тогда она еще приходила, приезжала, и вы знаете, самое главное в ее жизни, то, что всегда рядом находились люди. И в первую очередь должна поклониться человеку, который на лекции в музей водил Лиду, это ее бабушка. Бабушка, которая была с ней всегда, везде, но тут даже о годах говорить не нужно, потому что Лида для нее это был свет в окошке, и вот как она себя, я не знаю, посвятила Лиде, замечательные были отношения. Рядом с ней оказались и не только художники-любители, космонавты, и хорошо помнится время, когда поражены были гости Севастополя, когда они столкнулись вот с то, о чем уже сегодня звучало, силой духа Лиды, и как она говорила. Несмотря на все сложности, она действительно умеет улыбаться, она умеет работать, и сейчас мне хочется сказать слова благодарности не потому, что отвечает у нас за это направление работы, а человеку отзывчивому, доброму Татьяне Петровне, благодаря которой тоже во многом и эта акция состоялась. Поэтому, вот вы знаете, разные бывают периоды в жизни музея, но оказываются добрые, светлые люди, которые вот это смогли как бы поддержать вновь. И теперь по поводу нашего альбома. Здесь работы, все прекрасно вы знаете, 235 лет Севастополя, здесь представлены часть работ из наших фондов. Большой раздел севастопольских, не только севастопольских художников, а разных, но их работы, посвященные Севастополю. Поэтому мы пользуемся ситуацией далее. Борису Дмитриевичу, Василию Викторовичу, не путайте. Дмитрию Сергеевичу, естественно, нашей дорогой писательнице. Это вам, да, тоже с очень такими хорошими, добрыми пожеланиями. Кто может передать художнице? Елена. Не тяжело будет две книги? Хорошо. Передайте, пожалуйста. Потому что этим счастьем, этой щедростью сегодня с нами поделились Элития Андреевна и моя любимая ученица Елена Петровна. Спасибо вам за это. Наш город великолепный, город русской славы. И наш единственный, действительно уникальный музей стали богаче. И вместе с ними и мы. За это вам спасибо.